И музыкант, и тот же музыкант, он может и так, и так работать и там, и там, в разных коллективах, в разных концертах. Но вы, наверное, тоже можете, но просто любите одно. Я могу, ну скажем, я могу играть бах или любые сочинения, написанные для клавесина, на фортепиано. Да, но смысла нет. Я понимаю, что если нет клавесина, то да, чтобы донести хоть какой-то смысл музыку, можно передать с помощью фортепиано, хотя для этого требуются уже некоторые специальные навыки, чтобы приспособить музыку для фортепиано. И можно сыграть. Но если есть клавесин, тогда не нужно. Ну вот вы сказали, что даже сейчас уже Московская консерватория готовит людей для игры на старинных инструментах. Я знаю, что вы какое-то время даже возглавляли аспирантуру Московской консерватории. Но не очень долго. Почему? Преподавательская деятельность не так интересна, как... Нет, это не преподавательская деятельность. Это была деятельность чиновная. Чиновничья. Да, я был чиновником в некоторое время. Вначале это грело мое самолюбие, так сказать, быть начальником. Но, вы знаете, я понял, что это не для меня. Бюрократическая работа меня... Я чувствовал, что она меня губит. Я просто там погибну. Как музыкант, как человек, как личность. Я не могу от и до. Бумажки, иерархии, подчинение, так сказать, кому что сказать, это не мое. И я поэтому ушел оттуда. И я ушел с радостью. Я ушел в ансамбль «Мадригал», где просто была живая атмосфера. Музыка была во всей жизни ансамбля. Ансамбль жил музыкой. Я не скажу, что это был ансамбль... То есть тогда это был очень успешный ансамбль в России. Андрей Волконский был основателем ансамбля. И огромный успех, когда только появился этот ансамбль, по всей России были аншлаговые концерты. То есть это был настоящий успех. Но потом немножко люди разъезжались. Андрей Волконский уехал, другие уехали, пришли другие люди. Но все равно дух остался. Вот этот дух творчества, дух музыки. Вот это я люблю. Я как раз погрузился в это с радостью, с удовольствием, с наслаждением. И даже когда я видел, что они между собой часто ссорятся, спорят, ругаются, я думал, какое счастье. Они как дети. Я просто хотела сказать, что слушая вас, я все равно, наверное, не поверю, что в вашей жизни никогда не было падений, никаких сложных периодов. Были, были. Как справляетесь с этими периодами? Музыка помогает? Или есть еще какие-то секреты? Да, тяжелые были периоды падений. Но справляюсь с музыкой, да, действительно. Вот вы знаете, был один, я помню такой случай, когда я получил очень жестокий удар, кстати, в филармонии. И я пришел домой, и, ну, первая мысль была напиться, но это я, так сказать, отбросил. Ну, немножко выпил, но это не главное. Я поставил пластинку с записью японской музыки. Знаете, я очень люблю восточную музыку. Вообще, я очень много разного люблю. И вот, в частности, одно из моих таких тайных любовей, это японская музыка. На классических традиционных инструментах. Это замечательно совершенно. И я успокаивался. Да, это мне помогло как-то немножко прийти в себя. Вообще, про музыкантов говорят, как и про любых, да, людей, у которых вот талант, он занимает большую часть, как бы, личности. Что это люди, которые не умеют вот в социуме как-то приспосабливаться, ладить с людьми, понимать, что надо говорить начальнику, о чем можно промолчать. Вот вы в коллективе адекватны, или у вас есть какие-то сложности в построении этих связей? Вы знаете, ну, я слышал о себе разные мнения от моих коллег и недоброжелателей, и друзей. Поэтому мне трудно сказать. Я думаю, что, может быть, все-таки, если что-то получается, то, значит, я действую правильно. Но, с другой стороны, вот я вижу, что на протяжении многих лет, например, от меня много людей ушло. Так что, возможно, что я не очень удобный человек, может быть, и, может быть, кому-то я чем-то не нравлюсь. Но приходили другие люди. Причем приходили не для того, чтобы зарабатывать деньги. Люди, с которыми я работаю, они энтузиасты. Я не люблю людей, которые приходят ко мне, и первый вопрос – сколько? Сколько? Ну, если другого выхода нет, ну, приходится короткое время с таким человеком поработать. Но я стараюсь это обходить. А вот люди, которые сразу интересуются музыкой, сразу начинают спрашивать вот конкретно. И я вижу их горящие глаза, и я вижу, что они любят то, чем они занимаются. Вот это мой человек. Это, значит, сфера моих друзей, моих коллег, моих соратников. Ну, я думаю, вам будет тогда тоже интересно послушать, что же о вас говорят ваши коллеги и ваши знакомые. Смотрим сюжет. В современном мире достаточно много талантливых людей. Я думаю, что это, конечно, ключевой момент, так сказать, в успехе. И особенно, что касается отношений внутри нашего профессионального круга. Но я все-таки считаю, что есть какие-то, конечно, качества. У каждого человека, который позволяет свой талант лучше высветить. Мне кажется, что у Алексея, чему я до сих пор, можно сказать, учусь, его талант представляет собой такой интересный сплав очень такого аналитического и интеллектуального подхода к пониманию музыки. Потому что он очень спокойно репетирует, он очень ясно может объяснить то, что, скажем, он хочет добиться от определенной музыки, определенного характера. Мы знаем, что бывают музыка совершенно другие, более такого спонтанного, да, какого-то порыва и такого интуитивного какого-то, так сказать, поиска в музыке. Но мне кажется, что как раз у Алексея именно сильная сторона, вот, помимо его таланта и, конечно, фантазии. Потому что на органе вообще не представляю, как можно играть без фантазии. Это огромный такой инструмент и бесконечно совершенно возможности в нем сокрыты, в отличие от многих других инструментов. Вот мне всегда интересно, как вот Алексей Семенов, так сказать, настраивает репетиционную работу, и у него всегда есть какая-то вот упорядоченность и ясность задач, которые он как бы видит в музыке. Он обладает редким для современного человека свойством – это бескорыстие. Вот, бескорыстие и спокойность. И приятно то, что, конечно, он прислушивается, прислушивается, с ним можно обсудить любую проблему, абсолютно не беспокоясь, обидится он или нет. Что тоже, кстати сказать, достаточно редкое свойство. Я даже не знаю, вот, какой из концертирующих музыкантов может так критику переносить легко и с радостью ее принимать. Опять же говорю, что вот эти профессиональные качества, они свествуют и по человеческим качествам. Поэтому такая безотказность, которая есть, и я совершенно уверен, что если мне понадобится 1020 долларов, значит, он мне тут же их выложит. То есть человек, который никому не перебегает дорогу, не переходит, понимаете, то есть я не знаю, есть ли у человека, вот у него вообще враги, понимаете, по-моему, нет. Я считаю себя другом Алексея Семенова и поклонницей его музыкального таланта. Дружим мы не очень давно, года 4, но он себя проявил как вообще человек в нужный момент, он первый бросается на помощь. У меня год назад была ситуация очень сложная. И он был самым первым, кто мне помог в ней. И я постараюсь не пропускать ни один его концерт, потому что я считаю его одним из лучших исполнителей на органе. Самый потрясающий инструмент, когда человек сидит за этим громадным, управляет там, сколько, 7 тысяч трупов в органе, 7 тысяч трупов. Представляете, это он управляет всеми ногами и руками, локтями, всеми частями тела. Это вообще фантастическое зрелище. Очень рад, что в этом году мы объединились на твоем фестивале. Это первый фестиваль старинной музыки. Я уверен, что этот фестиваль, который мы будем закрывать в сентябре, пройдет замечательно. И что мы будем вместе как-то продолжать на следующий год. Вот дай бог, чтобы действительно фестиваль развивался, и все хорошее, что произошло вот сейчас в первом году, оно только множилось, и мы все с большим удовольствием будем тебе помогать в этом. Спасибо огромное тебе. Конечно же, больше встретить людей, которые тебе могли бы помочь, прежде всего финансово, безусловно. Потому что я понимаю, как тяжело осуществить планы творческие в наше время. Вот они связаны, конечно, с финансовыми подкреплениями. Я хочу пожелать тебе самое главное здоровья, потому что все-таки мне такое впечатление, что не хватает. Вот такие эти масштабные, грандиозные проекты, которые ты делаешь. И кроме здоровья, ну, долгие лета, многие лета благоухать и радовать нас. Ну, в общем, довольно доброжелательные отзывы, да? Ну, вы как-то так скептически к ним отнеслись, на мой взгляд. У вас было такое выражение лица, как будто вы понимаете, что да, что-то такое говорят. Нет, нет, мне очень приятно это слышать. Я же не слышал, не знал, что они говорили. И, в общем, мне очень приятно это слышать. Нет, я абсолютно скептически только. Ну, это была шутка по поводу того, что взять меня в долг. Отсвечный дойдите, значит. Нет, ну, у меня просто нет. Вот фестиваль, о котором сказал ваш друг, знакомый, первый год, да? Да. Значит, административная работа на посту заведующего аспирантура вас не вдохновила. А, как казалось бы, более масштабное дело, организация нового мероприятия и привлечение каких-то еще посторонних людей к этому делу вам понравилось? Да. Вы знаете, во-первых, мы сейчас все-таки живем в другое время. Когда я был заведующим аспирантура, это был конец советского времени, 1977-1979 годы. Это был застой такой. И, конечно, ну, я не буду вдаваться в подробности, но это совсем другое. Я не знаю, что сейчас происходит в аспирантуре. Может быть, сейчас тоже по-другому и тоже, может быть, очень интересно и хорошо. Но то, чем я сейчас занимаюсь, конечно, меня очень увлекает. Прежде всего, конечно, не административно. Мне приходится этим заниматься, к сожалению. Но я бы, если бы я нашел достойного помощника, я бы переложил всю эту часть на него. А что касается творчества, то, конечно, это для меня большая радость. Во-первых, я встречаюсь с замечательными людьми. Я приглашаю людей, которых я люблю, которых я уважаю, с которыми я с удовольствием играю, общаюсь, слушаю их. Это потрясающие музыканты. Я готов, я хочу поделиться этой радостью с другими. Я хочу, чтобы об этих музыкантах узнали все, как можно больше людей. Вот поэтому мне это нравится. А вот мнение ваших коллег, оно для вас ценное? Или все-таки вы принимаете решение только исходя из всего? Или все-таки критики прислушиваетесь? Я прислушиваюсь к критике, хотя не всегда, конечно, сразу. Я должен обдумать, проанализировать. Но мне вот что для вас важно? Ваших, может быть, близких каких-то? Жены, друзей? Да, важно, важно. И жены, и друзей. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы это было так. Да, конечно. Нет, дело в том, что моя жена музыкант, и она очень тонко чувствует все. И она может очень точно определить, что хорошо, что плохо. Но есть еще друзья, есть один мой друг, тоже органист, к мнению которого я очень прислушиваюсь. У него, на мой взгляд, есть какой-то абсолютный слух, такой вкусовой, что ли. В смысле того, что хорошо, что плохо. Вот я очень прислушиваюсь к таким людям. Я чувствую это. Я не могу объяснить, почему. Я это чувствую. Я это понимаю. Мне это близко. Я чувствую, что да, он прав. Я не могу сказать, почему он, но он прав. Это так же, как что такое музыкальность. Ее нельзя определить, взвесить на весах, измерить сантиметром и так далее. Есть музыкальность или нет? Есть музыкальная способность или нет? Если вы не считаете себя успешным человеком в том смысле, что вам вообще не близко понятие стремления к успеху, то к чему вы сейчас стремитесь? Вы знаете, нет, конечно, я не буду лукавить. Я люблю успех, я люблю, когда мне аплодируют, когда много людей в зале, когда ко мне подходят с цветами. Это все очень приятно. Но наибольшее наслаждение я испытываю именно от общения с музыкой. Субтитры создавал DimaTorzok